Приветствую вас на моем канале. Ну что ж, проект Энита потихонечку двигается к своему завершению. Во всяком случае его первой версии. И сегодня будет отчет о печати корпуса для Энита. То есть продолжаем осваивать 3D принтер. Тему 3D принтера я далее развивать не собираюсь. Будет еще одно-два видео. И потом акцент на принтере я ставить не буду, потому что этой информации так очень много в сети. Вряд ли я смогу сказать что-то новое. В прошедшие выходные я напечатал основную часть корпуса для Энита. Мною был выбран второй вариант корпусов, который я представлял на стриме. И видимо в честь масленицы первый блин у меня конечно вышел комом. Получилась вот такая вот загогулина. Это у нас крышка. То есть второй вариант корпуса. Здесь наклонная плоскость, на которой дисплей. Тут у нас энкодер. И здесь стоит радиатор. Как можно здесь заметить, произошло отлипание заготовки от рабочего стола. Точнее будет отлипание не заготовки, а скотча. Печатал я на одном из вариантов, который часто упоминается. Это малярный скотч. Наклеивается на стол принтера с подогревом. И обмазывается клеем BF2. В результате у меня заготовка хорошо держалась на скотче, но сам скотч отклеился от стола. Вот такая вот случилась неприятность и получилось вот такое вот. Остановил я печать. Далее стенки не стал делать, потому что это уже будет не очень. Но заготовка ничего так себе. Может куда-то еще пригодится. Тут наверное грамм 100 пластика ушло черного. Кстати использовал тот пластик, который упоминал от фирмы ProPlast. Томская. И ничего, вроде все нормально. Качество хорошее, так что рекомендовать могу. Но затем знающие люди мне посоветовали, что все-таки рулит стекло, покрытое лаком для волос. То есть на стол мы ложим стекло, либо зеркало, небольшой толщины. В моем случае тут сколько? Миллиметра три. Это стекло от сканера, так как мне легче всего было его достать. Вырезаем заготовку по размерам вашего стола. Ложим стекло на стол и закрепляем с помощью вот таких вот канцелярских зажимов. Обязательно они должны быть металлические, потому что стол будет нагреваться до 100 градусов и пластик может потерять свои функции. Стоит вот такая штука 5 рублей в магазине канцтоваров. Я взял 4, чтобы вот по углам их прицепить. Все держит хорошо. И еще один компонент, который нам нужен для этого метода, это лак для волос. Ультра сильной фиксацией. То есть здесь, как я понимаю, должна быть цифра 5 стоять и надпись супер сильная фиксация. Ну что-то типа такого. Вот такой баллон емкостью 360 мл я купил в магазине FixPrice всего за 77 рублей. И хватить его должно очень надолго. Как это работает? Закрепили стекло, включили принтер, включили прогрев предварительный. И когда стол у нас нагрелся до рабочей температуры, там 90-100 градусов. Для ABS пластика рекомендуется 100 градусов. Мы распыляем лак по поверхности стекла. Там по всей или только там, где будет ваша модель расположена, смотрите сами. Ждем немного времени, пока лак высохнет. И начинаем печать. Видимо, именно этим методом я и буду пользоваться, потому что он показал хорошую адгезию пластика к столу. То есть он почти не отлипает. Ну, я сейчас покажу детали, объясню все. И еще один немаловажный плюс. Это то, что стекло у нас, если оно нормальное, хорошее, то оно ровное. Стол же, тем более из Китая, может быть немного кривоват. Например, в центре там будет ямка небольшая. Поэтому стекло компенсирует все эти неровности и для печати это плюс. Так что я буду рекомендовать именно этот метод, во всяком случае для печати ABS пластиком. И что же в итоге у нас получилось? Вот такой вот красавец. Здесь видим у нас вот эта поверхность очень гладкая, потому что это было на стекле прилипшее. И видим по краям вот немного изменения цвета и если приглядеться, то изменение углов. Потому что здесь произошло отлипание. Я не заметил во время печати, чтобы тут было отлипание. Может это произошло уже после завершения печати. Ну, хотя вряд ли. Скорее всего просто не заметил из-за каймы. По ощущениям легкий и по виду и по внешним характеристикам напоминает, как будто сделан из дерева. Это я мыл его сейчас. Тут небольшой косяк. Я почему-то неправильно сделал размеры дисплея. То есть по ширине он маленько не подходил. Пришлось напильником допиливать. Здесь у нас дисплей стоит. Тут выемка под контакты припаянный переходник на I2C. Здесь у нас энкодер. Также углубление для него. Сюда он нормально встает и не будет болтаться. Ну, не идеально под его размер, но просто так сделано. Тут отверстие под ввод проводов от радиатора, от транзисторов, который стоит у нас вот здесь. При печати делать отверстие не стал, потому что может неправильно измерил размеры радиатора. Поэтому все это будет делаться вручную. Вот такая вот у нас получается картинка. Очень здорово, по-моему. Весьма неплохо. Тут отверстие под провода. Это нагрузка, там питание и прочее. По поводу отслоений. Ну, вот есть довольно широкие щели, но я думаю, это не критично. Все держится отлично. Толщина у нас вот такая получилась. Здесь также утолщение под радиатор. Так и будет крепление и прочее. Поэтому сделал потолще основание. Ну и тут все вот так вот. И сейчас следующий шаг, это я попытаюсь улучшить качество этой детали в парах ацетона. Посмотрим, что из этого получится. Для улучшения качества поверхности и для скрепления слоев, скажем так, один из способов это выдерживание детали в парах ацетона. Ацетон растворяет пластмассу и таким образом получается, что она расплавляется. То есть вот. Это мой первый опыт, поэтому я не стал держать много. Чтобы ничего не произошло. Корпус я перепечатывать не буду, если вдруг что-то случится. Поэтому все делаю аккуратно. Ну и так пойдет. Ну и вот что у нас получается. То есть слоев уже одинарных не видно. Есть вот только крупные. И поверхность у нас стала блестящей. Здесь лежали подпорки, на которых лежала деталь, поднятая над дном кастрюли. На дне кастрюли был ацетон. И вот так вот у нас поверхность подплавилась. Как бы таким образом спаиваются вот эти мелкие трещинки, слои. И повышается прочность, надежность, скажем так, изделия. Ну, пойдет. Остановлюсь на этом. Для справки, размер детали. Сколько у нас тут? 180... Ну, грубо говоря, 18 сантиметров. На 10 и на 4,5 сантиметра. Очень большая деталь. Ну, сравнительно. И это очень серьезное испытание для любого 3D принтера. В том плане, что... Как хорошо он приклеится к столу. Насколько стабильно он будет печатать. И для этого дешевого принтера тест пройден вполне успешно, я считаю. Деталь напечатана отлично. В будущем, я надеюсь, что такие большие детали мне печатать не придется. А, ну, осталось вот внизу напечатать дно. То есть это будет крышка, которая сюда будет вставляться. Посмотрю варианты крепления и прочее. Ну, вот что мне еще придется распечатать. Эта деталь печаталась 8 часов, при том, что увеличил скорость. Расчетное время вот этой детали первого варианта было... Ну, то есть это то же самое, просто настройки были другие. 16 часов было расчетное время. Но потом поставил скорость повыше, потому что ждать столько времени я не хотел. И у нее получилось вот 8 часов. Сейчас еще повставляю некоторые куски видео, которые я снимал в процессе печати. Фотографии, видео и комментарии. Ну, что ж, наконец-то спустя 8 часов закончился. Процесс печати в 2 часа ночи. К счастью, никто из соседей не стучался, не желался. И очень надеюсь, что это того стоило. Вот такой вот красавец получился. Сейчас ждем, пока стол остынет. И он должен сам по себе, по идее, отклеиться. Это у нас печать первого корпуса. Но тут скотч меня, конечно, подвел. Это первый слой печатается постепенно. И потом растет вверх. Внизу это поддержка для окна дисплея. Это уже на стекле. Корпус почти закончен. Еще раз повторюсь, деталь такого размера, это очень серьезное испытание для 3D принтера. И теперь я считаю, что могу смело рекомендовать данную модель 3D принтера Anet A6. Так как его очень интересно и довольно легко собирать. Стоит он дешево. Качество печати весьма высокое. Есть подогреваемый стол. Есть обдув экструдера. И в сети он весьма популярен. Поэтому много моделей для него. Много форумов. Можно найти решение почти любой вашей проблемы. Ну, единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что концевик оси Z у меня был плохо закреплен.